Девушки отдыхают Воды мало И люди как-то в таких условиях умудряются Чего-то пахать, чего-то сеять И вот старчик был в Южной Индии Один крестьянин Было у него два вала Он на этих валах пахал На этих валах воду возил На этих валах зерно возил на рынок Зерно возил с рынка Но вообще вся его жизнь вокруг этих двух животных проходила Не сказать, чтобы богато жил Была у него жена, детей четверо Все, что зарабатывал, все уходило Еле-еле концы с концами схватило А вот однажды пришел в их деревню Бабаджи Откуда-то сели Высокий такой Да, лохматый В оранжевых тряпках С палкой С бедочком Деревенские как-то его вообще Игнорировали в бедочке человеке, да? А тот христианин, про которого я говорю Он благочестивый был И он свою последнюю копеечку в этот бедочке кинул Бабаджи, говори, дай полбалаться Пусть боги тебя благословят А я тебе за это расскажу, что у тебя на лбу написано У тебя на лбу написано Рамом позовелся От двух валов прокормится От змеи умрет Опасайся змеи, у тебя все будет в порядке Христианин сказал ему Да, меня в самом деле зовут Рам А кто мне такое на лбу написал? Бабаджи сказал Это тебе написал Великий Брах Каждому человеку он такое на лбу пишет На четвертый день после рождения Это называется судьба И ее никак изменить нельзя Христианин сказал Ну какой же толк мне это знать Если мне это изменить нельзя Вот смотри, Бабаджи Я вокруг этих валов Вручусь постоянно И живу из руки в рот Бабаджи сказал Судьбу изменить нельзя А жизнь изменить можно Если хочешь ее изменить Продайте от двух валов За сколько-то тут И сделай так, чтобы к вечеру У тебя ни копейки не осталось Христианин сказал Ну нет, это же Это же мой источник существования Если это правда, на что я жить буду Бабаджи сказал Ты меня спросил совет Я тебе посоветую И пошел дальше А христианин этот совет в душу запал Серьезно Он его по годам Думал И в конце концов решился Продал валов Устроил пир на весь мир Накормил всю деревню Напоил всю деревню Накурил всю деревню Брабином раздал На храмы пожертвовал К вечеру у него Ничего не досталось А наутро Обнаружил в своем столе Двух валов Ну что теперь хочешь с ними делать Хочешь пошли Хочешь продавать Ну христианину как-то понравилось Их продавать И он их опять продал И опять все деньги потратил А наутро Опять нашел Двух валов Сюда в столе И их продал И опять все деньги потратил И к моменту Когда Бабаджи вернулся А они ходят Вовшим север на юг Абраб Вот так вот Как по этапам север Христианин уже был Большой специалист По торговле И он сказал А Бабаджи Как ты где похож Как ты в мою жизнь Дискажешь Послушай А ну по множеству Ты моя сестрица Она у меня в городе Простепенткой работает Посмотри Что у нее на лбу написано Подскажи Как это можно изменить Бабаджи Прошел в город Нашел сестром Местьянина И увидел Что у нее на лбу написано Насилие назовется От любовников Прогольница Отстанется Он умерет Он ей об этом сказал И объяснил Если хочешь Сменить свою жизнь Завтрашнего дня Твои услуги Должны стоить Сто долларов Да ни копейка меньше Ну сто долларов Допустим Для России Это нормальная сумма А для Индии Да еще Это 27-летняя идиотка Это вообще Фантастическая сумма Проститутка С самого утра Всем клиентам Говорила Что вот сто долларов Как бы ни копейка меньше Все над ней смотряли Все клиенты И коллеги И соседи Все говорили Что он поехал Но вечером Явился к ним Прекрасный юбыш Завел сто долларов И сделал так Что она осталась довольна И папа Джи сказал Вот видишь Судьбу изменить нельзя А жизнь изменить Можно Если ты хочешь Ее реально изменить Сделай так Чтобы до вечера У тебя От этой соты Ничего не осталось И посмотри Что дальше будет Тетка так и сделала И вечером пришел К ним тот же самый юнеш А принес Те же сто долларов И так повторялось Ну наверное Не меньше недели А то и двух А папа Джи Все это время Жил в городе Потому что Был сезон дождей А папа Джи Сезон дождей Вообще не шкаются А сидят где-нибудь Где их сезон Застал И вот В конце второй недели Он этого юноша На выходе Подловил И спросил его О, Великий Брахм А не задолбался Лечь ты еще Еще эту терку Ебать И великий Брахман А это был Именно Скользал Слов Нет Задолбался А еще Больше Я задолбался Ее брату Каждый вечер Двух вагов Достать Бабаджи сказал Ну так че ж мы будем делать Напиши в голову что-нибудь другое Бабаджи Брахман сказал К сожалению Оно не важно То что я написал Усправить не могу Даже я Бабаджи сказал Ну тогда сделай так Чтоб они ни в чем Не нуждались А я скажу Чтоб они не беспредельничали И пошел Своей дороги А крестьянин И его сестра С тех пор Жили в достатке И действительно И ни в чем Не нуждались Вот такая вот история Аплодисменты